я журналист новой газеты я здесь работаю в медиа отделе мы занимаемся видео подкастами сюжетом репортажами так далее еще я делаю кучу разного всего занимаюсь текстами немножко и письменным заключенным новая газета это такой большой 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 ледокол который остался примерно без половины команды и вот мы пытаемся маленькие команды эту ледокол как-то продолжать значит идти вот примерно этими занимаюсь ты наша редакция не знаю в какой из моментов но тут еще пока есть вообще все то есть это еще никто не уехал фотографии разных лет разных поколений это наш теплоходик раньше мы не походите катались через дни рождения газета не тогда мы работаем на воде потому что прямо так уж прямо рассказывать все работаю в как работаю веду эфиры на живом гвозде это youtube канал который возник после того как вы крыльях и москвы и делаю научные подкасты с дрейм коняевом который называется перст фамы с н плюс один девятнадцать часов москве всем привет вы смотрите и слушаете youtube канал на меди из россии это youtube канал новой газеты меня зовут ирина воробьева и у нас хотелось сказать привычный состав ведущих но нет у нас сегодня непривычный состав ведущих но хотелось бы чаще вести эти стримы с главным редактором новой газеты сергей мисковом сергей михалов здрасте я просто не могу в балде в этом состоянии потому что меня воробьева отлонила в коридоре и сказал что у тебя сегодня стрим вот соответственно я пришел и буду потихонечку понимать что мне делать уже два с половиной года идет война в россии практически не осталось журналистов закрыты сотни средств массовой информации заблокированы сотни сайтов куча журналистов попали в тюрьмы многие были вынуждены уехать вот примерно в этой в этом прекрасном токсичном котле мы сейчас с вами варим министерство я не знаю там тысяч человек наверное много сидела и думала вот у нас есть список специальностей сантехник есть журналист есть осенизатор есть оператору дронов есть специальности писателя почему-то нет я очень литература центричный человек я с детства очень любил книги детства очень любил истории люблю их до сих пор и для меня самое главное в жизни это истории это их узнавать и их рассказывать у нас состоялся разговор с отцом он спрашивал для чего мне это нужно почему мне не хватает чечни сказала ему что я хочу помогать женщинам что я вижу как сильно страдают женщины и хочу воспользоваться тем что у меня есть эта сила и помочь им так что он ответил он позвал всю мою семью посадил всех и перед всеми заставил меня отчитываться извиняться и мне пришлось при всех членов своих сил и рассказывать обо всем этом это вот было больнее чем избиение там хотя бы вроде расслабленная поездка такая ожидается то вообще наконец-то без терактов хорошие люди хорошие кино якутская хороший фотограф да вообще конечно сейчас в россии репрессивные законы и военная цензура но по счастью она касается именно рассказа о том что происходит на фронте о том что происходит в украине но так уж получается что я пишу про россию а про украину и так есть кому рассказать и здесь я думаю нет таких тем за которые бы я не взялся из каких-то цензурных соображений понятно что моя работа она определенные риски создает но так получается что напрямую она всем этим законам не противоречит маяковский сказал то своё время вот эту формулировку что улица корчится без языка и вот сейчас как раз в условиях этой цензуры в условиях когда много талантливых журналистов уехала из страны да вот наша страна корчится без языка и ей приписывают какие-то дешевые речевки и приписывают какую-то фальшь а люди очень хотят чтобы им дали голос люди с очень разными убеждениями и поэтому эти люди они приходят в том числе и ко мне и я им нужен история достаточно громкая не знаю вы слышали они нет в екатеринбурге спецшкола то есть это учреждение закрытого типа где куда попадают трудные подростки там процветала сексуальное насилие со стороны со стороны детей но организовано это было по сути все сотрудниками спецшколы и как раз мы наше издание вечерней ведомости к нам обратился молодой человек который убежал из этой школы сбежал и мы увеличили эту историю и это ну считаем одной из наших главных заслуг как журналистов год что мы вот эту историю подсветили и уволили директора и надеемся конечно там все это прекратилось вечерние ведомости это довольно древние я бы даже сказала бы издание она когда-то в девяностые годы и в начале нулевых выпускалась в бумаге вообще это считалось первое независимое печатное издание собственно в екатеринбурге вот через какое-то время все вечерние ведомости закрылись и открылось интернет издание вечерние ведомости это был 2010 год для меня история вечерней ведомости конечно начинается с момента как я стала именно директоркой издания очень много материалов которые связаны с жизнью собственно екатеринбурга мы поднимаем как правило и коррупционные тематику и все что касается жизни города то есть его озеленение там работа мэрии работа чиновников все что касается какого-то развития экономического промышленного и так далее черноисточинский пруд нас на урале принято прудами называть революционных времен они водохранилищами 1729 году было заполнен тогда еще для нужда вода а сейчас это водохранилище для обеспечения нижнего тагила питьевой водой она цветет простыми словами если говорить там размножаются сине-зеленые водоросли в общем сейчас но там за или на там есть проблемы которые связаны еще с сбросом остатков водоканала и по сути вода слишком много в нее нужно всяких реагентов добавлять чтобы она соответствовала качеству мне кажется в двадцать четвертом году для журналиста есть несколько вещей которые супер самые важные первое не сойти с ума реально не сойти с ума потому что как быстро и плавно утекает кукуха не всегда даже можно заметить второе постараться все-таки не обманывать самого себя довольно лицемерно будет говорить что вот мы остались в россии работаем журналистами и значит мы его тут последний значит оплод это неправда мы многое не можем намного недоступно много не можем говорить много не можем делать у нас очень сильно сократились все возможности свобода сми сейчас нет россии это я в этом убежден это действительно так но есть независимые сми которые в условиях нынешнего несвободного законодательства все но продолжают работать и освещать события подавать информацию настолько в тех границах так скажем в тех границах сколько это возможно сейчас наверное один из самых тяжелых периодов в истории россии сейчас в принципе любой человек который не согласен который имеет свое мнение он может за это поплатиться тем более журналист ну что поделать сожалению несколько моих коллега в последнее время они оказались в тюрьме и меня очень беспокоит что о них мало говорят потому что это региональные журналисты и вообще у нас в россии такой неправильный на мой взгляд всегда было отношение к региональным журналистам даже я помню что когда я говорил москве что вот дагестанская журналистика не уступает столичные там есть невероятно абсолютно люди все как-то вот смеялись сейчас уже никто не смеется потому что сейчас журналистика держится именно на таких вот людях в регионах которые и рассказывают о них правду и все понимают что без них ну мы бы ничего не смогли сделать если ты выбираешь оставаться в россии и делать здесь медиа то ты конечно должен работать исходя из тех реалий которые есть девятнадцать часов в москве всем привет вы смотрите и слушаете youtube канал новой газеты но медиа из россии спасибо что вы с нами каждые две недели мы стараемся делать для вас большой стрим в этот раз мы в привычном составе ведущих меня зовут ирина воробьева вместе со мной антон орех привет мы сейчас попали в ситуацию довольно жесткой ловушки потому что с нами не все хотят говорить то есть например одна часть людей не хочет с нами разговаривать потому что мы ставим вынуждены ставить плашку и на агент другая часть людей оставшихся в россии не хочет с нами разговаривать потому что они боятся а еще появляются люди которые не хотят с нами разговаривать потому что просто мы из россии мне кажется что вот конкретно любовь к стране это такая штука когда ты понимаешь что это все твое но не в смысле собственника а в смысле того что я здесь живу значит если я вижу что что-то не так работает я хочу это починить если я вижу что и понимаю что что-то идет не так то я думаю о том что я могу сделать чтобы все пошло так я не верю в то что есть люди полностью состоящие из зла я не верю в то что люди есть люди которые полностью состоят из добра нет вообще хороших и плохих людей есть люди которые внутри себя опираются либо на одно либо на другое поэтому конечно точно так же как мы должны и обязаны думать о журналистике будущего мы должны обязаны думать о будущем россии я понимаю в какой момент я это говорю я понимаю что кажется будто будущего нет я понимаю что многие скажут что думать сейчас надо не об этом о том что погибают люди как это остановить я не знаю как это остановить но я точно знаю что если наступит момент в котором будет возможность и будет вот это окно возможностей то опять стоять и смотреть на него и говорить о я мы не знаем как должно быть вот этого быть не должно россия очень разная и если бы здесь не оставалось ничего хорошего конечно бы я отсюда давно уехал очень многие же люди вот сидят в москве например они вообще не знают что происходит в россии перед ними вот этот очень узкий мирок а когда ты уезжаешь естественно этот мирок становится еще уже но если ты едешь по стране если ты общаешься с людьми ты видишь что да вот это трагедия которая сейчас происходит безусловно она накладывает на страну гигантский отпечаток и безусловно у нее будут долгосрочные и ужасные последствия я конечно же думала уехать из россии и как и мне кажется все я не политика я мне не обязательно разумеется оставаться здесь я конечно же не хочу отсюда уже я конечно же хочу остаться и и пытаться что-то делать и каким-то образом быть с людьми рядом что ли когда ты видишь то что люди находятся вокруг тебя в смятении что люди не понимают вообще что происходит и ты сам тоже начинаешь господи нужно остановиться там да дайте я остановлюсь я сейчас просто подумаю а мысли нет самые первые дни конца февраля 22 года мы поняли что самое важное это поддержка друг друга и поддержка людей которые в этом нуждаются прямо сейчас я все-таки хочу верить что может быть доживу до прекрасной россии будущего что может быть как раз сейчас она и живет из себя вот эти болезни которые ее преследуют уже давно что может быть это последний серьезный рецидив и дальше наконец-то мы пойдем каким-то нормальным путем и наконец-то вместо вот каких-то безумных идей люди поймут что главное это счастье главное это забота о людях они принесение в жертву